С 30 декабря по 8 января в Самаре пройдут новогодние праздники с семейным акцентом. Новогодние выходные предоставляют идеальную возможность провести время с родными, особенно после утверждения президента сделать 2024 год годом семьи. На площади Курбышева для семейного отдыха создан новогодний комплекс, включающий семь елок, медиагирлянды, аттракционы. Мультимедийный комплекс часы будет транслировать видео поздравления от городов во всех 11-часовых поясах России и артистов самарских творческих проектов. С 29 декабря по 8 января усадьба Деда Мороза приглашает посетителей на бесплатные программы, включая деревянную горку для катания на тюбингах, работающую до конца зимы. Два катка, предназначенных для хоккея и общего катания, доступны на площади. Со 2 по 8 января в рамках физкультурно-развлекательной зоны «Зимние забавы» будут предложены различные активности, включая лазер-так, киберспорт, снежковый тир, керлинг и игру в городки. Из-за необычно высокой температуры воздуха в Самаре тает лед на Волге. Из-за потепления пришлось временно прекратить работу речной переправы враждественно с использованием судов на воздушной подушке. Администрация Самары предупреждает горожан об опасности выхода и выезда на лед и необходимости соблюдения дополнительных мер безопасности. Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 15 сантиметров. Прочность льда можно определить визуально. Лед прозрачный, голубого, зеленого, оттенка прочный. А у льда белого цвета прочность в два раза меньше. Тонкий лед имеет оттенки серого, матово-белого или желтого цвета. Он обрушивается без предупреждающего потрескивания. Правительство готовит новые инициативы для поддержки учителей и наставников в соответствии с указаниями президента. Планируется рассмотреть меры по повышению заработной платы педагогов, особенно в регионах с низкими уровнями оплаты. Готовятся изменения в трудовой кодекс, а также создание ежегодной премии «Наставник года». Ученые нашли продукт, который снижает риск развития рака. Введение в рацион 400 граммов моркови в неделю может снизить относительный риск развития онкологии. Результаты исследований показали, что у лиц, употребляющих морковь, риск развития рака был в среднем на 10-20% ниже, чем у тех, кто не включал этот овощ в свой рацион. Эффект моркови может быть связан с присутствием в ней альфа-каротина. Ученые, занимающиеся нейробиологией, раскрыли тайну человеческого мозга, выявив гены клеток, которые выделяют человека среди прочих приматов. Эти клетки ответственны за адаптацию к переменам и обработку нового опыта. Кроме того, в человеческих нейронах выявлено больше генов, влияющих на развитие речи. Около четверти выявленных генов связано с различными заболеваниями головного мозга, что, по мнению исследователей, может привести к новым методам лечения психических расстройств и нейродегенеративных состояний. Добавление небольшого количества воды к кофейным зернам перед помолом способствует улучшению вкуса напитка, установили ученые. При помоле частички кофе электризуются и, отталкиваясь друг от друга, разлетаются в пространстве. Ученые отмечают, что такой прием готовки важен при приготовлении эспрессо или фильтрованного кофе.